США и Великобритания начали эвакуировать из Украины дипломатов на фоне предупреждения о российском вторжении. По этой же причине дипломаты рекомендовали гражданам США отказаться от поездок в Украину. Американские власти считают, что Москва может напасть на Киев в любой момент, поэтому в случае эскалации США не смогут эвакуировать своих граждан из Украины. К военной агрессии со стороны России готовятся и союзники НАТО, а тогда они отправляют фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 в Литву. Испания отправит корабли и, возможно, несколько истребителей в Болгарию, Франция готова перебросить войска в Румынию, а Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию. Кроме того, сотрудники Госдепа США напомнили Лукашенко о введении новых санкций в случае вторжения российских танков в Украину, на что нелегитимно ответил, что к военным действиям его подталкивают сами американцы руками поляков и латышей. Как бы то ни было, Беларусь планируют перебросить 200 поездов с российской военной техникой. Среднее количество вагонов в одном поезде 50. Такого количества не было никогда. Для сравнения, во время проведения совместных стратегических учений «Запад-2021» в Беларусь за месяц прибыло всего 29 военных эшелонов. Агентство «Рейтерс» также сообщает о массовом скоплении российской военной техники в нескольких километрах от границы с Украиной. Согласно спутниковым снимкам, их численность оценивают в минимум 100 тысяч. Однако Москва все обвинения в подготовке к военной операции отрицает, объясняя свои действия учениями. В городской администрации Минска заявили, что приостановят работу магазинов и торговых центров, которые не уберут снег возле своих зданий и не посыплют дорожки смесью от гололеда. На наведение порядка в столице торговым точкам дали всего сутки. Такая реакция Мингородсполкома последовала якобы в ответ на многочисленные жалобы местных жителей на крупные торговые центры и сетевую торговлю, мол, они не чистят снег на парковках и площадках, не обрабатывают солью дорожки и ступеньки, в связи с чем увеличилось количество травм и мелких аварий. Хотелось бы спросить, а чем, собственно, будет заниматься сам Мингородсполком, в чьи обязанности и входит работа на улицах в непогоду? Про гололед и нечищенный снег мы рассказывали вам ранее, когда людям элементарно на остановку приходилось добираться ползком. Вот только в таком случае особой реакции со стороны чиновников почему-то не последовало. Коммунальщики тогда сообщали нам, что они попросту не справляются со своей работой, так как зарплату им платят маленькую и ни один уважающий себя человек за такие деньги работать не пойдет. Вот только Мингородсполком, как обычно, поспешил обвинить во всем бизнес и переложить свою ответственность на чужие плечи. Поэтому давайте покажем чиновникам, как они не выполняют свои обязанности. Присылайте в наш анонимный телеграм-бот, адрес которого вы сейчас видите на своих экранах, фото и видео нечищенных и непосыпанных улиц, дворов и дорог. Тема недостатка медиков до сих пор гремит по всей Беларуси. В разгар пандемии и сезонных вирусов это наиболее ощутимо. Чтобы даже по записи попасть на прием к врачу, людям приходится несколько часов простаивать в очереди под его кабинетом. Напомним, что только в Минске сейчас ищут более тысячи медсестер и 860 врачей-специалистов. Но министр здравоохранения Дмитрий Пеневич все еще не видит в этом никакой проблемы и, похоже, для него до сих пор отрицающего массовое увольнение по политическим мотивам среди медицинских работников. Это совершенно обыденная ситуация. Интересно, что вразрез с этим на сайте ведомства нет отдельного раздела по трудоустройству, а только ссылка на ресурс Dr.Jobby, где размещено всего несколько вакансий. Но открыв сайты поликлиник и больниц, можно увидеть реальную картину огромной нехватки сотрудников. Под исключение попали только больницы Могилева, у них раздела о вакансиях просто не существует. По общей же статистике, сегодня в стране не хватает более 7 тысяч медиков, что уже давно начало откликаться на простых белорусах. В родину, например, чтобы выписать лекарства пенсионеру, нужно за неделю записываться на прием, а в красной зоне врачи продолжают работать на износ, заканчивая прием около полуночи вместо положенных 8 часов. В детских поликлиниках в Беларуси дела обстоят не лучше, педиатру записаться нереально, а вызвать врача на дом все еще нельзя. К тому же некоторые узконаправленные специалисты остаются в считанных медицинских учреждениях. Люди в шоке и не знают, к кому обращаться, ведь даже в столице больных детей перекидывают из поликлиники в поликлинику в зависимости от наличия врача того или иного профиля. Похоже, совсем скоро про бесплатную медицину можно будет вовсе забыть, как и про социально ориентированное государство, которое, не жалея здоровья и жизни своих граждан, продолжает вести свои политические войны со всеми вокруг. Из аэропорта Минск хотят сделать транзитный авиахаб и планируют строить гостиницу, будто полеты над нашей страной никто не запрещал. Об этом стало известно после посещения министром транспорта и коммуникации Алексея Авраменко национального аэропорта, где на совещании с остальными управленцами он обсудил благоустройство данной территории. Интересно, что интенсивность международных полетов режим связывает только с пандемией коронавируса, а вот про санкции, судя по выступлениям, никто ничего не слышал. По словам генерального директора аэропорта Вячеслава Хранека, они уже готовы вернуться к прогнозам развития авиации Беларуси, намеченным до 2020 года. Поэтому, по мнению министра, для транзитного аэрохаба всего и нужно только построить конкурентоспособную инфраструктуру с новыми терминалами, гостиницами, многоуровнями паркингами, топливно-заправочным комплексом для воздушных судов и зданием службы кеттеринг. Получается, если снова план не заработает и самолеты в Минск не полетят, в этом обвинят не режим с его фатальным и судьбоносными решениями, управленцев предприятия, которые не смогли создать привлекательную базу для процветающего транзитного авиахаба и заселить в очередные никому не нужные новенькие гостиницы, вагон и маленькую тележечку туристов. Телеграм намерен ограничить доступ к пропагандистским каналам, если те в течение 36 часов не удалят публикации, в которых содержатся комментарии, уничижающие достоинства человека по его сексуальной ориентации. Судя по всему, это требование поступило от корпорации Apple, так как по правилам магазина, приложения App Store запрещены материалы, направленные на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам религии, расы, пола, сексуальной ориентации, национальности или принадлежности к какой-либо социальной группе. Пропагандисты на ультиматум Телеграма сразу же отреагировали и бросились удалять оскорбительные посты. Например, в большинстве режимных каналов больше не найти уничижающих записей про пресс-секретаря А1 Николая Бредлева. Остались только публикации, которые касаются обвинений в его адрес. Важно отметить, что подобные требования пропагандистам могут поступить и от корпорации Google. Это означает, что публиковать так называемые покаянные видео со сбитыми задержанными станет проблематично, что смело можно назвать маленькой победой белорусов. Друзья, не пропустите на нашем канале интервью с аналитиком фонда «Демократические инициативы» Петру Буковским, который рассказал Маланкомедиа о конфликте России и Украины, какой уровень поддержки у Петра Порошенко и почему Киев осторожничает в построении отношений с демократическими силами Беларуси. Хорошего всем вечера и Жыве Беларусь!